Ты хороший, если ты сделаешь пять сделок. Ты хороший, если ты заработаешь сто тысяч. Ты хороший, если твой клиент останется с тобой. Ты хороший, если ты заключишь пять эксклюзивных договоров. То есть условий может быть много. Ошибки наставников, да, это первое, это, конечно, понебратство. Я считаю, что заставить себя работать невозможно. Нашу профессию можно только любить. Сейчас вот риэлторы, скорее всего, будут сталкиваться с более сложными сделками. А если ты не подкован в работе со сложными сделками и не умеешь отрабатывать возражения, то, скорее всего, ты уйдешь с рынка. Первый вопрос, который задает риэлтор, переступив порог агентства недвижимости, какой? Где брать клиентов, конечно. Где брать клиентов? Все приходят с этим вопросом. Я решила ответить на этот вопрос вот одним махом. Ольга, добрый день. Мы вот с вами в куларах пообщались, и у меня много к вам вопросов. Мы обсудим, я сейчас для зрителей говорю, вы Ольгу, скорее всего, не видели до этого, но я рекомендую, по крайней мере, первые пять минут понять, что мы имеем. А имеем мы вот что. Вот смотрите, сейчас непростое время. На рынке лихорадят, у всех сдают нервы, ну, так сказать, у многих сдают нервы, все нервно. И один из вопросов, который точно задают агентам свои клиенты, а давайте дешевле, а давайте, ну, вот плохой рынок, все страдают, экономический кризис, давайте вы в комиссии опуститесь. Я знаю, что у вас есть такой специальный тренинг, связанный с самооценкой. Что бы вы порекомендовали агенту, как свою ценность в глазах клиентов все-таки поднять или как минимум не опустить? У меня есть тренинг, он рассчитан на один день. Это работа с утра до вечера, и тренинг рассчитан не только на рядовых агентов, но и в том числе на руководителей отделов продаж и на самих руководителей агентств недвижимости. В этом тренинге пять блоков. Мы разбираем вначале, что такое самооценка, каких видов она бывает, то есть, ну, условно, это неуверенный в себе агент, это среднеуверенный в себе агент и уверенный агент-продавец, к которому идут клиенты. Соответственно, в процессе целого дня, разбирая кейсы, разбирая фундамент самооценки, как она закладывается, да, мы все знаем, что она закладывается из детства, то есть, ну, мы же не говорим, что вот я такой хороший, да, я родился хорошим. Нам родители зачастую говорят, что вот ты хороший или ты плохой, или ты хороший, если получишь пять, если ты хороший, если там уберешь дома и так далее. То же самое в работе агента по недвижимости. Очень многие сохраняют вот эту вот линию поведения из детства. Ты хороший, если ты сделаешь пять сделок. Ты хороший, если ты заработаешь сто тысяч. Ты хороший, если твой клиент останется с тобой. Ты хороший, если ты заключишь пять эксклюзивных договоров. То есть, условий может быть много. И здесь зачастую вот эта гонка между риэлторами, которые ты хороший, если, у них возникает конкуренция. Внутри даже собственной команды, внутри агентства недвижимости. И возникает такая легкая недостаточность. Я недостаточно хорош. Я сделала не пять эксклюзивов, а я сделала четыре. Значит, я вот как-то плохой. И в рамках моего тренинга мы работаем над самооценкой, начиная вот с азов, там, сначала, как она закладывается, и как она трансформируется. И у меня есть даже подборка из видео, ну, из фильмов, не буду говорить, каких пока, подборка из фильмов, где мы с агентами оцениваем работу неуверенного продавца, работу среднеуверенного и работу уверенного. Естественно, каждый агент, он хочет становиться уверенным в себе продавцом, то есть не ронять свою комиссию, сохранять своих клиентов, получать дальнейшие рекомендации и жить в дальнейшем на рекомендациях, да, то есть, потому что каждый клиент, он очень ценен. И благодаря нашим клиентам, чем больше клиентов, тем больше у нас разрастается наш круг знакомств, да, и мы же тоже имеем связи какие-то. Например, допустим, ну, у меня есть клиент, у него автосервис, он купил со мной квартиру, а я у него починила свою машину. Ну, вот так работает прекрасно. Вот, и, соответственно, в рамках тренинга, к концу тренинга и делая упражнения специальные, отвечая на тесты, то есть сначала из того, что вот я сейчас, да, проводила, я понимаю, что сначала аудитория такая, так, скептически настроена, да. Я и так уверенный в себе человек, я и так уверен, зачем ты мне тут будешь что-то рассказывать. Но когда мы отвечаем на тест по самооценке и понимаем, что по баллам, например, человек попадает в среднюю, да, категорию, но в рамках тренинга я прошу людей не говорить, в какую категорию они себя отнесли, отвечать максимально честно. Если он попадает и чувствует, что вот есть моменты, которые нужно дотягивать, и к концу тренинга мы приходим к тому, что уже уровень энергии, уровень самооценки у всех повышается. Но еще такая, ну, это психологическая работа в том числе. Тренинг он будет догонять еще некоторое время. То есть не так, что ты вот вышел с тренинга, все, я уверенный. Какие-то моменты дорабатываются. Ну, я еще рассматриваю в рамках тренинга давать, может быть, какие-то домашние задания на будущее. Что там вот чувствуешь, что вот что-то где-то начинаешь проседать, ну, там, почитай что-то, выполни какое-то задание там, да, и пойми, что ты все-таки молодец. Ну, все-таки все люди разные. Ну, там, не секрет, что есть всевозможные разные типологии, есть там экстраверты, интроверты и так далее, и так далее. Понимаю, что все-таки в агентский бизнес принимают, приходят, да, люди, ну, все-таки с определенными вещами. Но я вот сколько видел, все равно это разные люди. Как разным людям как-то дать одинаковую уверенность? Потому что, ну, я, например, не знаю, там, могу быть плохо коммуникабельным, но при этом у меня там очень хороший структурный подход. Или наоборот, да, я очень хорошо разговариваю, но терпеть не могу там вот эти все документы, а в работе риэлтора это важно, там, все эти игрены, выписки там и прочее, прочее, прочее. Вот, и вот в этом месте я чувствую свою неуверенность, потому что как только мне зададут вопрос, а что там, я начну там выкручиваться, что-то обманывать и говорить, сейчас я позвоню своему юристу, проконсультируюсь. И наоборот, как вам не воспитать, не знаю, не воспитать, а вот эту уверенность добавить? У нас каждому типу самооценки, да, неуверенный, среднеуверенный, уверенный, есть определенные рекомендации. Как можно выйти, по сути, стать взрослым, уверенным в себе человеком? Даже если вы что-то не знаете, в этом ничего страшного нету, и позорного в этом тоже ничего нету. Всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь. У меня тоже есть, да, моменты, ну, условно там по земле какие-то, я могу что-то не знать, я знаю, что есть человек, который очень хорошо в этом разбирается, я позвоню специалисту, и специалист мне даст грамотный, развернутый ответ. Если мне нужна встреча с моим клиентом, то есть мы всегда клиентоориентированные. Наша задача решить задачу клиента, да, не проблему, а именно задачу. Привести клиента к максимально лучшей, к лучшему решению его задачи, да. Вот, и, соответственно, агент, который в себе уверен, он знает, где спросить, он знает, где прочитать, он знает, кому позвонить, он знает, куда заглянуть, он знает, что ему сделать, он не будет в силу своей, там, вот, я постеснялся позвонить наставнику, а на самом деле постеснялся позвонить, ты нагородил ерунды, либо ты, в принципе, потерял клиента, и ты остался, ну, без клиента, да, вообще, и ты не заработал, и твой клиент разочаровался, в принципе, в агентах по недвижимости, и сказал, да, ну, у вас всех нафиг, я буду дальше работать сам по себе. Вот, и, соответственно, чтобы вот этих вот избежать, вообще тренинг по самооценке, он как раз-таки для, если, ну, работать с какой-то конкретной определенной командой агентства недвижимости, он приводит к тому, что растет уровень, не просто самооценки, но уверенности внутри команды, растет уровень дружбы внутри команды, потому что начинают исключаться интриги, сплетни, какие-то подковерные войны, там, и так далее, просто люди уже уверены, им это не нужно самоутверждаться за счет других. Дальше растет благосостояние агентства недвижимости, потому что клиенты не уходят, и клиент всегда хочет работать с уверенным в себе продавцом. И мало то, что уверенным, но еще и честно работающим, да, когда он приходит на рынок и говорит, моя комиссия, ну, давайте так, да, чтобы ровно считать там 100 тысяч рублей, и клиент реально платит 100 тысяч рублей, не 105, не 120, не когда там агент что-то где-то там накинул, а потом где-то там лишние деньги были спрятаны, в итоге агент заработал не 100, а 150. То есть всегда все прозрачно, и вот эта честность и открытость перед клиентом, она всегда приводит к еще большему потоку клиентов, к еще большему потоку рекомендаций и знаний. Но агенты, которые вот обучаются на тренинге, они должны, кроме того, чтобы быть там уверенными в себе, они должны еще обладать, естественно, рядом знаний юридических, да, технических, риелторских, понимания, куда заглянуть и так далее. Мозг риелтора, он очень живой. Это вот развитый эмоциональный интеллект. На эту тему тоже, в принципе, у меня планируется занятие. Наверное, это будет несколько позже, к лету. Смотрите, ну, во-первых, всем зрителям, я говорю, если у вас есть какие-то вопросы или возникнет прям необходимость проконсультироваться, конечно же, пишите в комментариях или в чате свой e-mail, как минимум, как максимум, там, номер телефона, мы все Ольге передадим, нам ничего не надо, поэтому и вопросы, конечно же, формулируйте. Вы сказали про команду. Все-таки я понимаю, когда вот эта команда образования пытается сделать руководитель агентства особенно крупного. Я там, со многими мы сотрудничали, крупные агентства, там все это прям поставлено на поток, тимбилдинги и прочее-прочее, тренинги, естественно. Но мне кажется, что вот сейчас смотрят нас, во-первых, маленькие агентства, во-вторых, сами агенты. Они понимают, что вот я агент, я же все-таки индивидуален, да, это моя комиссия. Многие же считают, как я делюсь своей комиссией с агентством. Зачем мне команда? Ответ очень простой и понятный. Допустим, у меня есть компания, у меня есть команда. Команда небольшая, я не являюсь большим, крупным агентством недвижимости. Нас работают в команде 10 человек, все друг друга знают. Бывает такое, что вот у тебя команда живет в разных частях города. Мы живем в Санкт-Петербурге, если какой-то город небольшой, там все понятно, да. Мы живем в Питере, и зачастую доехать от моего места жительства до моего объекта составляет там час-полтора. А у меня, допустим, коллега из моей команды живет в этом районе. Так зачем я буду ехать, когда я могу договориться с моим коллегой, он покажет этот объект. Это первое. Второе, взаимозаменяемость на сделках. Я поехала в отпуск, моя коллега провела за меня сделку. И команда, она же именно настроена на то, чтобы не уводить друг у друга клиентов, а работать на то, чтобы все клиенты оставались внутри компании. Это возможно? Это возможно. Ну, в моем случае это возможно. Я же так работаю, у меня клиенты никуда не уходят. Я никогда не увожу клиентов у своих коллег, у моей команды. И они не трогают моих клиентов. И это нормально. Ну, кто-то из неуверенных или слабоуверенных агентов скажет, ну, понятно, вы вот такая крутая, вы как раз-таки у других может забирать, просто этого не замечаете. А я вот не такой уверенный, я боюсь, что придет вот такая Ольга, вся такая харизматичная, прочее-прочее, поработает с моим клиентом, клиент скажет, до свидания, я буду с ней работать. Ну, если, а как он придет? Он скажет, клиент выберет меня. Я скажу, хорошо, да, работайте со мной, работайте с нашей командой. У вас есть агент, который к вам приставлен. Изначально вы являетесь его клиентом, я помогаю, но я никогда не беру на себя там игру первой скрипки, да, всегда вот агент, если это твой клиент, ты ведешь своего клиента до конца. А я как наставник могу подсказывать, могу там прийти на сделку, прийти там на аванс, там, не знаю, на какие-то такие моменты, которые мы должны решать совместно, но я не вмешиваюсь ни в показы, там, я, ну, нет смысла, потому что у меня у самой клиентов достаточно много. Я, бывает такое, что и своих клиентов передаю своим агентам, да, потому что, потому что поток большой, я физически не справляюсь. Когда команда, это же всегда работа в две стороны. Это не так, что сидит вот руководитель, да, есть лидер, который вот говорит, ребят, делаем вот так, вот так, вот так, и ты сам это делаешь. И есть руководители, которые говорят, я руководитель, и все, вот вы мне все должны подчиняться. И когда вот такая история происходит, естественно, ни один здравомыслящий человек, ни один уважающий себя агент, он не будет находиться в этой команде, потому что там нет команды. Там есть руководитель, который вот под себя с каждого собирает, да, что-то, какие-то деньги, какие-то связи, какие-то ресурсы. И зачастую такие руководители, я просто видела таких людей, знаю, про кого говорю, они видят, допустим, ресурсы агента, и они будут с ним вот заниматься тем, что там, по небратствам, да, условно говоря. Я с тобой дружу, потому что у тебя там муж работает в Газпроме, ты такая хорошая и так далее. Я вот этого не люблю, не терплю, какая рецепт не можешь работать. Главное, с каким человеком ты находишься в связке, в работе, в моменте. Я, во-первых, я разделяю вашу точку зрения. Мало того, я видел такие команды в крупнейших и очень развивающихся, это важно, агентствах недвижимости текущих. И я видел там прям вот отделы, даже офисы, которые работали по такой схеме. Там действительно не было никаких вот, то, что вот вы говорили, вот эти вот негативные проявления, которые, наверное, больше подходят агентствам, ну, такого немножко старого толка, когда, ну, как-то собрались люди, как-то мы тут под одним брендом работаем. На самом деле, каждый сам за себя. Мы почти каворкинг, условно говоря, но почему-то под одним брендом. Там очень большая текучка обычная и так далее. Так вот, если мы говорим все-таки про неуверенность, про агента, который, ну, так уж правильно вы сказали, да, ну, не знаю, там, звезд неба не хватало. Он, собственно говоря, и пришел в риэлторы, потому что в предыдущей профессии он не состоялся. И вот там, ну, не нравилось. Он, может быть, там 20 лет ей отдал и теперь вот увидел, что вроде как в риэлторстве зарабатывают много и плюс там свободный график, еще что-то так. Ты сам на себя вроде как работаешь. И вот он пришел. Мало того, что он там был неуверенный, теперь он сюда пришел, он еще стажер. Как ему как-то вот быстро, по возможности, пройти этот путь до уверенности? Во всем вашем спиче, который вы сказали, есть ключевое слово, называется «зарабатывает». Агент деньги зарабатывает, он их не получает. Если человек готовый работать над собой, работать внутри команды, готовый обучаться и прокачивать себя как специалиста, тогда у него, его заработки, да, первые, пойдут достаточно быстро. Если он приходит в агентство недвижимости и сидит, дай, 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 да, я к тебе пришел, дай мне, я, допустим, могу там дать, ну, у меня есть контакты с одной компанией, которые дают на нас каждый день лидов, они нам, номера телефонов, наша задача, эти номера телефонов, прозвонить на новостройки, ну, знаете, да, эта система. Наша задача, эти номера телефонов, прозвонить правильно, договориться с клиентами, кого-то вывезти на броне и провести сделку по новостройкам застройщикам. И когда я готова дать ему удочку, я готова его обучить этим холодным звонкам, там, дать ему скрипт, если нужно, там, посидеть с ним, там, один-два дня, да, но если он говорит, ой, ты знаешь, я голодный, пойду поем, ой, ты знаешь, у меня там ребенок в садике, ой, ты знаешь, мне телефон звонил, ой, ты знаешь, там еще что-то, еще миллион причин того, что он не хочет этого делать. Ключевой вопрос, как бы, а ты хочешь зарабатывать? Ты сюда зачем пришел? Если ты пришел ко мне в офис, ты сел за стол, да, я тебе там выделяю компьютер, я тебе даю звонки, я тебе даю такую удочку, сиди, рыбач, сиди, занимайся, обзванивай, все у тебя будет, у тебя есть все на это возможности. Почему-то у других ребят получается вывести вот этих клиентов, холодных на сделки, а ты находишь миллион причин для того, чтобы этого не сделать. Ну, наверное, если ты 20 лет проработал в другой профессии и не состоялся, это профессия. У меня, знаете, есть такая фраза, агент всегда на охоте. Агент реально всегда на охоте. Вот я, мама, у меня трое детей, да, даже гуляя с ребенком, с коляской, я общаюсь там с мамами, потому что я знаю, что там есть материнские капиталы, там есть, возможно, маленькие квартиры, которые они хотят расширить за счет там ипотеки. И я раздавая консультации на детской площадке, я получаю новых клиентов. Это первое. И второе, да, то, что мои дети находятся на самоокупаемости. Я всегда так говорю. У меня от ребенка там пришли какие-то его там друзья, там бабушки, дедушки, я не знаю, ну вот там где-то пообщались когда-то, да. Если я помогла им там купить, допустим, новостройку, я заработала, мой ребенок тоже зарабатывает, и он знает это. Я ему прям вот, ну а это твои деньги, ты заработал, молодец. Вот такая у меня система поощрения имеется. Поэтому здесь, если ты будешь, вот опять-таки, возвращаясь к тренингу, да, если ты будешь неуверенным, скромным, и считать профессию риэлтора какой-то там дурацкой, какой-то позорной, какой-то вот, куда там люди приходят, где их уже никуда не взяли, то, соответственно, и клиентов в тебя никогда не будет. Либо будут клиенты очень, которые они готовы платить, и которые имеют какой-нибудь просто, какой-нибудь трешняк с судебными приставами, с арестами, я не знаю, там с непогашенными долговыми ипотеками, там наградим банкротства. Либо те, которые хотят расселиться с коммуналки, но они хотят дворец получить взамен. А ты, не обладая, допустим, знаниями и должной компетенцией, не можешь ему объяснить, да, что тебе нужно за это платить комиссию, да, при каких условиях платится комиссия, сколько она составляет, как ты можешь решить задачу этого клиента. Потому что, в принципе, даже любую сложную задачу ее решить можно. Ну, вот у меня в голове, если к мне приходит клиент с какой-то задачей, я вот так понимаю, что раз-раз-раз, я ее могу решить. Либо я ее не могу решить. Такое тоже бывает. И что она просто, в принципе, нерешаемая. Когда мы говорим, вот вы просто упомянули слово наставник, да, что вы можете помочь какому-то агенту, который к вам пришел. И наставник, это такая, ну, отдельная профессия. Мне кажется, что не все могут быть ими. Я, например, из своего, там, студенчества вспоминаю. У меня было два друга, с которыми мы жили вместе в общежитии. Если я, например, болел или пропускал по причине лекцию, оба возвращались. Вот одного я спрашивал, там, Саша, помоги мне, что вы там проходите. Он начал мне что-то объяснять, я вообще ничего не понимал. Хотя у него записанные лекции, он очень прилежно все записывал. Спрашивал второго, там, Юр, объясни, что там было. И он мне так четко все объяснял, что вот прям, что за это мне ложилось. В голову я, ну, там, гораздо приятнее, комфортнее и понятнее это воспринимал. Вот, какие у вас есть рекомендации для вот подобных наставников, понимая, что это все-таки такой целый институт в риэлторстве? Наставничество, это очень такая глубокая тема, которую мы прорабатываем сейчас. Мы едем на Сибирский жилищный конгресс с мастер-классом про наставничество. Называется он «Наставник, друг или враг», да? И сейчас вот я найду свои записи. Кстати, вот это все, там, всякие методички, подготовленные материалы для работы. Я сейчас просто план открою, чтобы было, да, мне для себя понятно. Соответственно, мы разбираемся вообще, кто такой наставник. Наставник, да, это человек, который обладает большим опытом, чем тот, который к нему пришел. Это, в первую очередь, более опытный человек. Мы разбираем образ ученика, который приходит к наставнику и зачем. За советом он приходит, за обучением он приходит. Что делать наставнику с этим учеником? Мы вывели такое, ну, понимание, что у наставника и ученика всегда должны быть общие ценности, да? Если нету точек соприкосновения, тогда и ученик слушать не будет, воспринимать авторитет наставника тоже не будет. И мы, кстати, на мастер-классе как раз тоже прорабатываем там за счет упражнений. У нас в игровой форме планируется. За счет упражнений мы тоже будем прорабатывать вообще какой ты наставник и наставник ли ты, то есть вот на аудиторию, которая к нам придет. Соответственно, наставник это не начальник, это более старший товарищ, да? И наставники тоже это должны понимать, что вы работаете со своим учеником как с партнером. То есть не то, что я начальник, я тебе сказал, там, иди делай. Не совсем так, да? Я тебя наставляю, я тебе даю рекомендации, там, даю тебе поручения, и ты идешь их и делаешь, да? И, соответственно, это всегда уважение в обе стороны, естественно. Ученик уважает наставника, и наставник уважает ученика. Далее, вот по образу ученика мы тоже разбирали историю о том, кто, да, приходит, нулевые приходят, кто вообще никакого опыта не имеет. Бывают молодые агенты, это бывают те, кто как раз закончил карьеру, возможно, где-то в бухгалтерии, в школе и так далее. Уже люди в возрасте, с большим жизненным опытом, но без опыта работы в недвижимости. И уже, ну, тоже можно обучить. Эти люди зачастую очень классные, ко мне такие приходили, и у них большая клиентская база обнаруживается. Ну, в процессе работы ты понимаешь, что у них там и друзья, и подруги, и какое-то наследство выплывает. Очень много всего интересного. Просто ученика нужно, ну, так скажем, распаковать, помочь ему раскрыться. И когда ты помогаешь ему раскрываться, и он начинает становиться очень успешным риелтором по итогу. Вот. Еще мы разбирали такую вещь, как ошибки наставников. Это очень интересное занятие. Сейчас покажу вам. Ошибки наставников, да, это первое, это, конечно, понебратство. А, Ленка, пойдем с тобой там выпьем, пойдем посидим там, попьем там, пообщаемся и так далее. Это неуважение, это ор-крик на своих учеников. Я думаю, что никому не нравится, когда они кричат, и ты вообще, в принципе, не имеешь права ни на кого орать. Ну, ни на своих детей, тем более, ни на учеников, ни на людей взрослых, которые находятся с тобой рядом в одном пространстве. И, говорю, ну, по итогу нашего мастер-класса мы выводим вообще наставников, ну, рисуем такую идеальную картину, ну, не идеальную, да, картину хорошего, классного наставника, за которым пойдут люди. Наставник, это же тоже, по сути, лидер. Вот, ты можешь объявить себя королем там, да, руководителем, а можешь, в принципе, жить, и за тобой будет идти народ всегда, и ты даже, может, ты не хочешь быть этим наставником, они все равно будут к тебе идти за советом. Это просто, ну, человеческая жизненная позиция. Роб, руководитель отдела продаж должен быть наставником? Отчасти да, но не совсем, потому что отделы продаж бывают маленькие, бывают большие. Если это маленький отдел продаж, там, состоящий из пяти человек, то ему, ну, ему придется быть наставником. Если это какой-то огромный отдел продаж, то в рамках отдела продаж могут быть какие-то небольшие команды, там, по пять-четыре-пять человек, в которых есть уже, там, более старшие люди, которые помогают молодым двигаться. но обычно дело не бывает там больше там 15 человек иначе не распадаются на два дела там выделяется какая-то группа на что держать больше 15 агентов мне кажется это очень тяжело в группе насколько я знаю статистику агент поэтому речь здесь скорее всего как раз о том идет что если у меня небольшая группа я всех хорошо знаю то наставничество с моей стороны должно быть она может быть как-то систематизировано то есть только то у меня должно быть встреча как еще чего-то конечно может быть конечно вы можете вести сериум системы вы можете с учениками быть на связи там в рамках какого-то чата в рамках переписок ватсапе то есть вы можете свою систему выстраивать так потому что наставника что же могут быть свои дела свои сделки и соответственно можно выстроить свои границы таким образом чтобы ученики там попадали например в конкретное расписание либо это вообще расписание где-то держать там на виду пять учеников наставник нужна встреча я как наставник я выезжаю на встречу с учениками чтобы мы не потеряли клиента если мы изначально понимаем что какая-то сложная задача нам предстоит то конечно мне звонит говорит поехали на встречу потому что я там не вытянулись не смогу объяснить потому что я технически не понимаю как это сделать мы приезжаем садимся разбираем все 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 делаем и клиент остается с нами подписываем договор до берем в работу все по вашему опыту через какой период времени работы агентом вообще человек можно копивший опыт может начать им делиться как наставник мне кажется это человеческое качество это можно делать хоть сразу по сути ну вот может быть полтора но вот по себе я чувствую пришла в недвижимость двенадцатом году у меня было вторвение что-то делать но из-за того что ты еще пока пустой не наполнен и ты не можешь и моя первая лекция прошла в 2015 году то есть через три года после того как я вообще переступила порог агентства но лекция это немножко другое лекция это желание как это вещать на большую аудиторию причем регулярно наставничество более куларные вещи но у меня лекция не была большая мне было лет на лекции в мои друзья сидели знакомые которым я клич кинула ребята собираю группу когда я уже почувствовал в себе силу что я могу руководить я там там разместил объявление сям там 2015 год тогда помоги то даже особо не было распространено то были форумы там вконтакте это было и вот там собственно говоря и размещались ко мне пришли мои друзья знакомые с которыми мы организовали первую лекцию и они работают со мной по сей день но не все конечно понятное дело от всех как везде вот но кто-то стал моим клиентом кто-то по-прежнему трудится со мной сотрудничает когда мы говорим про неуверенность агента но что называется в обычном в обычном рынке это одна история но для многих агентов и для многих руководителей есть такой вот желание уйти в как-то в элитную недвижимость это такая вот многие мечтают продавать бизнес-класс бизнес плюс элитку и это действительно для многих проблема и неуверенность там но ну как она она еще больше сказывается в том числе и потому что это разный социальный статус разный доход в этом плане вы можете что-то порекомендовать здесь в этом плане у нас тоже это отчасти также связано с уверенностью в себе у нас есть мастер-класс который мы тоже готовим на новосибирск называется он клиенты с большим чеком там мы разбираем о том кто такой клиент с большим чеком каким должен быть агент который работает с таким клиентом да какие есть особенности работы с данным видом клиентов как чувствовать себя уверенно потому что ну зачастую агенты именно ну вот я там зарабатываю 150 тысяч рублей например а у моего клиента он покупает квартиру за 35 миллионов да и ему кажется что это какой-то небожитель и сам себя притесняет то есть зачем-то ставит себя ниже хотя у агента могут быть колоссальный опыт знаний интуиции все что хотите до знания этого рынка и клиенты с большим чеком это зачастую очень уверенные в себе люди которые прекрасно всю вот эту вот неуверенность они ее чувствуют они считывают на уровне чувств да они не будут работать с неуверенным себе агентом поэтому здесь тоже опять-таки возвращаясь к тренингу есть смысл его пройти понимаю что работа с подобными клиентами скажем так требует наверное в том числе большей организованности вот с точки зрения самоорганизации учитывая что агенты в большинстве своем нули может не в большинстве но тем не менее все-таки это такое как сказать не нет зарплаты тебя никто не подгоняет по большому счету ты сам себе предоставлю как вот с этой самоорганизации справиться вот есть какие-то рекомендации чтобы я сам себя заставляла работать понимая что результатом будет там мой доход та же самая уверенность потому что у меня будут сделки ну и так далее я считаю что заставить себя работать невозможно нашу профессию можно только любить если ты любишь это становится твоим смыслом жизни твоим образом жизни и ты каждый день просыпаешься с удовольствием я просыпаюсь каждый день с удовольствием а что у меня сегодня что мне будет сегодня такого интересного а если не интервью как здорово да то есть я не нету дня с рука до вчера у меня было с утра там закрытие сделки там тоже определенные истории позавчера у меня там была подготовка к сделке завтра у меня сделка и я расписывая свой допустим ежедневник там на неделю вперед я знаю что у меня там обучение проходит там какие-то прокачки и сделки там клиенты встречи и так далее я просто люблю свою работу я вообще не фанат работы я обожаю когда мы говорим про образ жизни все равно есть какие-то инструменты которые этот образ жизни но формируют у нас вот мы с вами говорили в до начала о том что вот есть некий ежедневник риэлтор я честно скажу я им заинтересовался потому что ну это что-то такое новенькое что-либо я нигде такого не видел в чем идея ежедневник риэлтор это та идея которая сидит у меня уже более двух лет в голове пользуюсь обычным ежедневником него никогда не хватает ну да у меня есть я покупала разные умные ежедневники и большие там формата 4 куда можно записать много всего и и я понимаю что все равно мне не хватает моей какой-то профессиональной вот колонки и я разработала сама внутри себя ежедневник да и только вот в этом году я начала его слава богу реализовывать ну в том плане что я написала план да вот он я принесла показать ежедневник да который включает себя там личные данные понятное дело какие-то единицы мер для риэлторов то есть метр квадратный там гектар что это такое что если ты молодой риэлтор тут не знаешь что да получился в школе пожалуйста вот соответственно мы там включаем карту россии мы включаем внутри ежедневника я думаю что расписание значимую для риэлтор событий то есть возможные ипотечные форумы там конгрессы и прочее прочее вот и у нас будет возможно сделан какой-то ежедневник для руководителя ну там дополнительные листы он будет прям вот более другой обложке создан в богатенькой золотая какая-нибудь на такая подумаем еще насчет дизайна и внутри будут блоки ну то есть стандартный день да допустим для меня есть встречи которые привязаны ко времени девять утра то то 10 утра то то а есть задачи которые нужно необходимо выполнить течение дня отправить нотариусы документы позвонить там туда-то там я не знаю там в том числе личные дела там да забрать вещи из химчистки там связаться с классным руководителем ребенка и так далее и соответственно там страничка обычного дня на тоже там разделяется на на блоки так как я уже а я еще не говорил на мне есть книга написанная называется на методичка помощница риэлтора это книга в которую в прошлом году она была написана вне в общем свалены соедините знания которыми обладал там за все эти годы и их структурировала туда положила мне помогала юрист по недвижимости написать юридический блок и и в целом вот связываясь с ежедневником да у меня есть этика риэлтора то есть это вот знаете когда не перепрыгивая через голову встречного риэлтора не лезть к нему к его клиентам общаясь с ним и есть определенные выдержки и ряд правил которые хотела бы вставить ежедневник то есть такой прям большой свод он представлен в методичке но не весь то есть чтобы риэлтор у нас листал например да и там у него какое-то напутствие на день какое-то там полезное правило так чтобы ежедневник прям вот помогал тебе в работе каждый день допустим какой-то список документов на ипотеку например почему нет а вдруг ты забыл а вдруг ты не знаешь вот в общем такие моменты я решила отразить да и там будет конкретно твое планирование на год но есть планирование допустим какие-то события есть твое планирование и там в июле в отпуск там в октябре там я на боли там еще куда-то с детьми там еще на неделю уезжаю там еще какие-то моменты личного характера они будут также вас будет возможность планировать вот вообще ежедневник риэлтор это очень крутая штука поверьте убил на это не один день игре два года он у меня и я только сейчас его смогла структурировать понять как он должен быть там будет планирование грядущего месяца по сделкам да если у вас какие-то клиенты остались с прошлого периода ну допустим вот сейчас у меня мартовские остаются кого я не успела провести они у меня переходят на апреле их записываю приходит в апреле новое я дописываю то есть мне там какой-то ряд сделок моих там будут доходы и расходы ежемесячные деньги расходы допустим оплата офиса там оплата квартиры я не знаю но какие-то такие моменты да у каждого человека не свои оплата кружков там секции детям и ты будешь понимать сколько денег тебе нужно подготовить и сколько денег тебе приходит например закрыл сделку там пожига цивилизация получил 120 тысяч рублей все я молодец записал и соответственно соединяя доходы и расходы риэлтор будет понимать как у него вообще вот насколько ему доходно интересно работать в этой сфере а какое-то вот не знаю прям ежедневное расписание вы рекомендуете ну понятно встречи понятно какие-то дела которые не привязаны ко времени а что-то вот такой прямо чистый риэлтор есть конечно так он вообще направлен изначально на риэлторство то есть я говорю вот у нас начинается первый блог там листами несколько страниц там все про риэлторство есть еще очень интересная затея которую мы хотели бы туда встать не знаю стоит сейчас ее озвучивать озвучивать в общем пришла идея от одного человека что мы в ежедневнике вот когда у нас будет 12 разворотов перед каждым месяцем мы разместим qr-код qr-код при наводе телефона будет вести на youtube-канал на youtube-канале будет какое-то развивающее видео ну например от меня я могу рассказать там какая-нибудь тема будет тема месяца там я не знаю ипотека ну сейчас просто это вот накидываю из того что могу придумать либо эксклюзивные отношения с продавцом с покупателем навел хоптя на youtube перекинул от этом прослушал прикольно да да самом деле у нас больше двухсот уроков уже записано там с двадцатого года мы стали активно записывать систематизировать 200 дней мы можем занять у вас в ежедневнике я знаю что у вас есть книга что за книга о чем да есть книга опять таки так как я вообще любитель структурировать все писать планы и у меня есть книга на называется на методичка помощницы риэлтора как раз для тех кто только приходит в недвижимость и кто только-только вот начинает с нуля в целом методичка я бы рекомендовала даже тем агентством которые ну сами может быть что-то недопонимают какие-то небольшие агентства в небольших городах именно для обучения своих команд где я рассказываю о том какая недвижимость допустим бывает недвижимость делится на новостройки на вторичную на загородную на коммерческую на аренду да то есть там пять рынков недвижимости дальше мы рассказываем о том как на каждом рынке зарабатывает агент на чем конкретно там все способы расписаны даже если за зайти в наше содержание да мы видим о том какие сделки бывают сделка прямая продажа в питере зацепила продажи до москве называется на простая продажа насколько у нас там продажа со встречной покупкой москве это это альтернативная покупка да как эти сделки вести у меня даже схемы нарисованы как это все происходит как идет движение денег и в целом даже на эту тему там могу давать мастер-классы для тех кто работает в питере у меня есть прямой эфир посвященный сериям домов санкт-петербурга очень многие агенты путают хрущевку и брежневку особенно молодые до до них это где-то очень давно и в одном сером виде можно где-то купить это да я можно купить она не находится в шапке моего профиля в инстаграме про сейчас инстаграм сложнее ссылки все в описании поэтому переходите да там можно зайти на сайт ко мне просто скачать на стоит 590 рублей деньги небольшие но знание здесь конечно вложено очень много плюс юридическая практика и законы все которые необходимы в работе риэлтор они тоже также здесь собраны здесь есть еще риэлторская этика очень классный раздел потому что зачастую риэлтор не знаю как взаимодействовать друг с другом но это вообще такое как бы вечный вопрос на рынке причем даже на уровне руководителей как там любил говорить афоризм вице-президента гильдии риэлторов что если ты пришел в агентство тебе там рады значит и не в своем городе это вопрос вот этой вот извечной конкуренции что вообще-то говоря в основном люди друг друга не любят я имею в этой профессии потому что этого конкуренция за одного клиента и вот эта тема этики она конечно прям вот проходит красную черту через весь рынок и мы с ней не расталкивались вопрос такой вот вы успешный риэлтор да зачем вам вот это все преподавательство у меня есть большая потребность делиться знаниями и те знания которыми обладая я не построены на практике я сейчас обучаясь на бизнес-тренера международного класса да у меня восемь месяцев обучения идет я в мае сдаю сертификацию и соответственно моим экзаменационным заданием это является тренинг по самооценке агента по недвижимости он сделан с такой любовью с такой глубиной вот поверьте кто попадет на него ни разу не ошибетесь вам будет там прям прям хорошо и я уже говорил что я фанат работы и мне кажется что я уже переросла какую-то сделочную работу мне нужно отдавать очень много хочу отдавать какой опыт то чтобы вот люди ориентировались тем более если нас смотрят руководители все же скептики да почему там кто-то придет и будет меня учить или моих агентов ну как сказать я не кто-то меня зовут ольга фролова я работаю в недвижимости санкт-петербурге уже 10 лет как в этом рынке буквально через пять дней будет 10 лет на как я переступила порог агентства недвижимости 2012 году опыт который нарабатывала он нарабатывался всегда честно у меня очень много клиентов и клиентов даже до сих пор с 12 года которые остаются по сей день со мной у меня есть моя компания у меня есть мои ребята с которыми я работаю и соответственно я считаю что я имею право рассказывать потому что я основываюсь на опыте я знаю что очень много бизнес-тренеров приходят ну именно как бизнес-тренер обучает продажам да и не имеет опыта именно в продажах недвижимости и я знаю чем я говорю я знаю какие бывают риэлторы я знаю какие продукты нужны риэлторам да вот еще можно я расскажу мне у меня есть марафон называется он клиентский дождь он абсолютно бесплатный у меня в инстаграме находятся четыре урока четыре часа информации по поиску клиентов там 10 направлений поиска начиная от ближнего круга там работа на выставках нетворкинг это работа в социальных сетях четыре часа я рассказываю о том где брать клиентов потому что первый вопрос который задает риэлтор переступив порог агентства недвижимости какой где брать клиентов все приходят с этим вопросом я решила ответить на этот вопрос вот одним махом просто ребята кто смотрел мой марафон и получил очень хорошие отзывы и для тех кто хотел бы пригласить меня в качестве спикера там или бизнес тренера дадам для проведения тренинга можно посмотреть как я работаю именно на этом марафоне вы увидите просто все мне кажется очень важно что бесплатно да бесплатный и еще кстати я планирую еще один бесплатный марафон в ближайшее время будет он посвящен возражениям клиентов ну это такая тоже известная тема причем все под разным углом рассматривают возражение ты или наоборот выявление потребности потому что это такой сложный вопрос тем более что сделка дорогая и сейчас я так понимаю возражение будет еще больше учитывая что у нас как какой у нас рынок ждет нас в ближайшем будущем конечно ну ну мы работаем на злобу дня вот мы знаем что сейчас первое что начнут люди отказываться от услуг от услуг парикмахеров от услуг там ногти сама себе дом покрасил да и до риэлторов тоже дойдет зачем я буду платить кому-то когда я могу и сам и мы тоже понимаем что сейчас вот риэлторы скорее всего будет сталкиваться более сложными сделками а если ты не подкован в работе со сложными сделками не умеешь отрабатывать возражения то скорее всего ты уйдешь с рынка поэтому здесь важно себя качать важно ну прям мучиться учиться учиться и учиться любить это дело спасибо большое я надеюсь что профессиональные риэлторы которые пришли сюда не на один год в эту профессию естественно заинтересуются вообще должны интересоваться развиваться постоянно потому что меняются люди меняются потребители они могут меняться в разные стороны и важно как бы успевать за этими изменениями в том числе за изменения на рынке спасибо большое вам а зрителям тоже я вас благодарю желаю всего доброго и как всегда говорю берегите себя своих близких свой дом и бизнес пока до встречи где-то в интернете